26 апреля 2024 год, где-то вообще на Чернобыле. Ладно, вернемся к этому, еще будет время, надеюсь. Смотрите, когда я вчера сказал про конспирологическая теория, что как Ленин был подкуплен Германией и развалил Российскую империю, так вполне возможно подкупленный Германией Путин разваливает сейчас Российскую Федерацию. То есть то, что Ленину давал деньги немецкий, генштаб австрийский, то есть это никакая не конспирология, это Паврус, это его идея была на то, чтобы потратить немецкие деньги, на то, чтобы изнутри разваливать Российскую империю во время Первой мировой войны. Есть вполне себе отчеты, что деньги доставлены, они используются Лениным ровно так, как мы и задумывались, с хорошим эффектом. То есть это совершенно все достоверные документы. Он, конечно, Ленин не шпион был, он просто использовал немецкие деньги для того, чтобы развалить Российскую империю и у него сработало. Я параллели привожу с Путиным, ну просто потому, что я не говорю, что я его подкупал. Это просто как теория, которая, посмотрите, пожалуйста, как ведет себя Путин. То есть людей, которые были пророссийскими, я, наверное, не могу про себя так сказать до 13-го года, лояльный к России человек, родившийся в России русскоязычной украинец из Харькова, с русской матерью. То есть для того, чтобы таких людей отвадить от России, лучший способ это как раз таки, да, то есть если ты собираешься, если ты Путин там или ты там западник, их собираешься разваливать Российскую империю, как вот я Жизинского цитировал, 94-го года статью, да, что Россия без Украины не может быть империей, а с Украиной подкупленной, а потом покоренной, Россия автоматически становится империей. Конец цитаты. То есть если вы хотите этому противостоять, то вы как раз должны первое, что сделать, как коварный Запад, условно говоря, это взять и разделить украинцев пророссийских и россиян. То есть для этого, конечно, вы не будете там бомбить там Львов, я не знаю, что в Закарпатье и так далее, потому что там и так все считают Россию оккупантами с 39-го года, да, а вы начнете тех, кто лояльно относится к России, там, с Харькова, Днепра, там, Одессы, бомбить, убивать и стирать их города с лица земли, чем, в общем-то, Путин Российской Федерацией занимается. Мне в комментариях пишут, так это что получается, мы, значит, идем на поводу там у Запада, делаем себя хуже. Но это не так, ребятки, даже если эта теория верна, то Путин же сам сюда пускает, подкупленный Западом, Путин же не сам сюда приходит, убивает на силу, здесь и сам стреляет по направлению. То есть это делают сотнями тысяч россияне. То есть они вполне себе достоверно показали, то есть будем считать так, что даже если это теория заговора, то Запад просто нам показал, что вот посмотрите на этих россиян, что вы с ними жили, считали их братьями, а они вот как себя с вами ведут. Вы хотите с ними жить в одной империи, чтобы ваши дети использовались как пушечное мясо, для того, чтобы там захватывать, не знаю, Грузию, Польшу, страны Балтии. Понятно? То есть неважно, то есть Путин просто идиот сам по себе, что, кстати, более вероятно, который поверил в доклады о том, что его тут светами встретят в Украине в своей разведке, или просто россияне, блин, такие сами по себе. То есть это не имеет значения. К тебе в дом к нам, в дом в Украину пришел загарбный, как это сказать, захватчик. То, что, конечно, это там не немцы, как с моим дедом, в случае с моим немцем. Мой дед под Луганском от немцев отбивался, а под Луганском в 14-м году от россиян отбивался. Вчера с девочкой разговаривал, с женщиной. Она говорит, а что ж такое, ты вот говоришь, тебя на серный салток и бомбили, ты видел, россияне, ты видел ужас в глазах своего сына, а ты не понимаешь меня, когда в 14-м году вы, вооруженные силы Украины, бомбили Луганск. Я говорю, ну как ты можешь сравнивать, как ты можешь, допустим, обвинять советских граждан в том, что они бомбят Сталинград, пытаясь выбить оттуда немцев в 42-43-м году, да? А не немцев в том, что они там... То есть понимаете разницу, да? То есть я в своей стране, в Украине, в Луганске, у меня там пацан прямо сейчас в подразделении с Попасной. Ну, сейчас нет, сейчас в отпуске. Ну, я говорю о том, что разницу, понимаете, между советскими солдатами, которые в Сталинграде стреляют по Сталинграду, убивая своих мирных граждан, пытаясь выбить из Сталинграда немцам, и разницу между немцами, которые стреляют по этому городу, зашли в этот город. Ну, я не понимаю, что это вроде не глупая женщина, ты там общаешься с ней. Она говорит, у меня тоже сын был перепуган украинскими самолетами, которые летали над Луганском. Во-первых, не сравнивайте то, что сделали с Луганском вооруженные силы Украины, и то, что сделали российские вооруженные силы с моим Харьком, и делают до сих пор уже дреди год. Просто не сравните. На Северную Сталину, посмотрите. А во-вторых, ну, блин, серьезно? То есть, нет, давайте, ой-ой-ой, а что же вы, немцы, зашли в город, ну, грубо говоря, там, в 41-м году? А давайте, советские войска не будем по ним стрелять, пускай и дальше проходят. Ну, там у нас так все мирно. А я слышал такие даже разговоры. А что поменялось? Немцы зашли, у нас только евреи пропали, и все, а дальше жили, как жили. Ну, правда, это конкретные люди так разговаривали. Ну, там еще старые. Все, забыли уже про то, что братство, это 300 лет с Богдана Хмельницкого жили с россиянами. Забыли уже. Это уже не будет по поводу идиотизма Путина, по поводу подкупленности Путина. Потому что россияне, русские, вполне показали, что они готовы нас убивать сотнями тысяч, насиловать, казнить, пытать, там, и так далее. Нам с этими людьми точно не по пути. Все. Почему это из-за запада, это из-за тупости Путина, совершенно сейчас не важно. Да, и Чернобыль, вот я, кстати, тоже, в 12-летний было, мы Чернобыль узнали про Чернобыль, и батя слушал Радио Свободы на нычку, там, на огороде у бабушки, чтобы никто нас не попалил. И мы узнали благодаря этому, благодаря Радио Свободы, что такая фигня. Там же погнали на демонстрацию под радиацию всех, блин, 1 мая. 1 мая, скажи, демонстрация, как раз вот через несколько дней, чтобы, не дай бог, никто ничего не подумал, что в Советском Союзе что-то не так. Пошли на демонстрацию. Детей, стариков, это мразотная страна, где было совершенно насрать на своих людей. Просто выгоняли под радиацию, чтобы сделать вид, что все в порядке, в Багдаде все спокойно. Она сдохла эта стоя, и Российская Федерация тоже сдохнет. Активно над этим работаем. Все были Украины.